Представляю бойца в синем углу. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. Ему 35 лет, рост 167 сантиметров, вес 57,9 килограмма. Его профессиональный рекорд 9 побед при двух поражениях, ladies and gentlemen. He's 35 years old, standing 167 centimeters tall, official weight 57,9 kilos. His professional record, 9 victories and 2 defeats. Representing to you first, fighting out of the red corner. Ему 32 года, рост 167 сантиметров, вес 56,85 килограмма. Профессиональный рекорд 10 побед при трех поражениях, ladies and gentlemen. He's 32 years old. He stands 167 сантиметров, official weight 56,85 килограмма. His professional record, 10 victories against 3 defeats. Ladies and gentlemen, he's from Boksana, Russia! Приветствуйте, Азамат Пшуков! Реферей Максим Протанцев. Капа, 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 вижу. Мэйд, ждем, не торопимся. Александра Прая и Азамат Пшуков. Поопытнее будет Азамат. Рост одинаковый. Все готово, поехали. Да, при этом Прая постарше на три года, но и в целом для этой весовой категории бойцы за 30 это не то, что не новички, это уже, можно сказать, ветеран. Раздергивает Азамат, постоянно поддавливает, заставляет двигаться по окружности Александра Прая. Александр очень изобретательный боец, вот показывает финн бедром и неплохо выиграл пространство Азамат Пшуков. Потенциально было бы неплохо здесь, отвечая за внутренним лоу-киком Прая. Очень опасен, очень жестко он бьет. Нет, здесь боковой не пройдет, все видел Азамат. Очень важный момент вообще в его карьере, выходит он после поражения нокаутом. Сегодня необходима ему определенная перезагрузка. Александр Прая, безусловно, статусный боец. Джебы там от Азамата. Никак на сильнейший удар справа не выйдет. По поводу поражения, ух, сейчас как размашисто атакует Прая. Навершу мысль, что для Пшукова все-таки это рабочий процесс, все эти поражения. Говорили мы с ним после того самого злополучного поединка. И относится к этому философски, абсолютно спокойно Азамат Пшуков, без лишней драмы. Пытается навязать свой бой Азамат Пшуков, но при этом медиал-кек от бразильца пропустил. Но давление пытается зацепить слева и начать атаку. Но атака издалека расстреливать, наверное, вряд ли получится. Все видит Прая. Очень скрупулезно ведет свою работу по подбору дистанции. Азамат. Попадание в пак, судя по всему. Вот там вскользь. Смотрим. Да нет, даже не вскользь, но большого акцента в этом попадании не было. Все в порядке, встреча продолжается. Но фишит вот эти фронткики в корпус Азамат Пшуков. Оверхенд закинул, и тут же боковым отвечал Александро. Читалось, читалось, что готовит эту вертушку Азамат Пшуков. Но в стиле Магомеда Бигулатова отработать удачно не получилось. Пока. Пожалуй, одно из редких таких очень успешных действий, этот лоу-кик. Еще раз, но уже от Прай. Есть попадание, еще один боковой удар. Двойку выбрасывает Александро. Отбился. Осуждали этот поединок еще с Азаматом. Он говорил о том, что нельзя было рубиться в предыдущем бою. И Армен Гулян как раз на этом делал большой акцент. И вот здесь, в этом эпизоде, в предыдущем, я увидел как раз то, что совладал с собой Азамат Пшуков и не отправился вот в эту безответную рубку. Остановил сам себя. Здорово. А как Прай работает корпусом? Хороший тайминг. Неплохой. Здесь он старался правым прямым достать Пшуков. И на самом деле чуть лучше выглядит Азамата. Посмотрите. Агрессивнее, да и тяжесть ударов у него, кажется, получше. Сдержанности добавил того, чего, в общем-то, не хватало Азамат. И статистика абсолютно закономерна в его пользу. Лоу кик. Тем временем от бразильского бойца. Еще двойка. Правда по защите. Здесь потерял позицию Прайя. Немножко даже ориентацию в пространстве. Корпус пробивает. Пробивает. Да, да, да. Хорошо там. И можно работать сверху. Пассивная защита. Все. Досрочная победа Азамата Пшукова. Техническим нокаутом. И вот такие вертушки полетели. Ну что ж, второй бой основного карта. Второй досрочный финиш. В первом раунде. Одиннадцатая победа Азамата. Седьмая победа нокаутом. А ключевым стало попадание по корпусу. Празднует свой успех Азамат Пшуков. Затяжного боя мы не увидели. Армен Гулянт доволен. Но будет ли Армент доволен по итогам всего вечера? В главном поединке Эдуард Вартанян против Артема Резникова. До этого еще увидим полутяжей. Григорь Матавасян. С Муслимом Магомедовым сегодня он не сразится. У него соперник Степан Горшечников. А Александр Матмуратов, который должен был в Петербурге драться с Юсуфом Раисовым, в итоге сразится с Хавьером Басурто. Дамы и господа, рефери поединка Максим Протасов остановил бой через 3 минуты 31 секунду первого раунда. Техническим нокаутом добивание победу одержал и выиграл техническим нокаутом панчес Азамат Пшукавов! Азамат, несколько слов после победы. Сочи, дай шуму для Пшукава! Поздравляю тебя с этой победой. Тебя переполняют эмоции. Расскажи, насколько она для тебя важна. Асаламу алейкум, Сочи! Приветствую всех! Начну с того, что с бразильцами у меня разговор короткий. Ну, по крайней мере, я стараюсь. Так что, если есть желающие, Асланбек, я всегда за Сочи, Краснодар. Сам знаешь. В первую очередь, хотел бы сказать большое спасибо моей команде «Львиное сердце» под руководством Армена Гуляна, Агасик. И там еще очень много тренеров, которые мне помогали. Вся команда, все мои спарринг-партнеры. Мой родной брат, который всегда присутствует на моих боях. И всем моим близким, кто с Дагестана приехал, кто с Террика, кто с Чигема, кто с Москвы. Всем спасибо большое! Всех тяню! Азамат, напоследок, может быть, тебе кто-то интересен из оппонентов в частности? Я еще скажу. Это начало я открыл, как говорится, шлангбаум, чтобы Эдик туда уверенно заехал. И дальше забрал пояс. И чтобы мы обратно с победой оба поехали в Москву, Эда, я желаю тебе победы, козуй, брат. По поводу твоего вопроса я уже сказал в самом начале. У меня разговор короткий. Добро пожаловать. С большим нетерпением будем ждать твоего возвращения в клетку. Азамат, пшука!